Дамы и господа, очередная посылка из Китая. Давайте ее распакуем и посмотрим, что там внутри. Всех приветствую, кстати, забыл сказать. А здесь у нас вот такая вот зарядочка от компании Bazeos. Есть возможность проверить на оригинальность. Ну, сколько я не заказывал от этой компании на JD, а, кстати, покупалась на JD на распродаже, всегда был оригинал. Поэтому, ну, сомневаться, я думаю, что нет смысла. Дата производства 7 месяц 2018 года. И, в общем-то, здесь у нас очень мощная зарядка. 3,1 А на один порт и столько же на второй порт. Поддержка умной зарядки, то есть он отключает устройство после того, как оно зарядилось. Также есть подсветка, не знаю, регулируется она или нет. Ну, и, конечно, все необходимые защиты по току, от перегрева, от перенапряжения и так далее. Ну, что ж, работает от 12 и от 24 вольт. На каждый из USB будет 5 вольт, 3 и 1 ампера максимум. И, что очень важно, у меня теперь есть возможность это реально проверить. Потому что у меня есть хорошая мощная нагрузка. Что меня порадовало, это то, что цена на него упала в 2 раза. Я подумал, почему бы его не заказать. Потому что такая вещь, действительно качественная, мощная, компактная, это всегда в хозяйстве пригодится. К тому же, в 2 раза дешевле, чем обычно. И еще один момент, это самое новое поколение зарядок. Потому что у Baseus вот такого плана быстрой и мощной зарядки, они выпускались в трех поколениях. На данный момент доступно только 3 поколения. И на странице товара, я укажу ссылку, можете посмотреть, на странице товара все 3 поколения представлены. И вы сможете увидеть, что это самое компактное, самое мощное устройство. Ну, что ж, посмотрим, насколько это так. И, конечно же, все запечатано, все новенькое. И, конечно же, JD на этот раз меня не подвели. Потому что один раз заказал на JD, в общем-то, продукцию, ну, даже не один раз, некоторую продукцию, она приходила бэушной. Это, конечно, меня разочаровывало. Также есть вот такая вот инструкция, гарантийный талон и презентация другого зарядного устройства, беспроводного. Вот так вот выглядит эта штука. Она очень компактная и даже не верится, что этот девайс может выдавать на каждый порт, на 2 порта, по 3,1 ампера. Стоит она без распродажи около 5 долларов. На распродаже я купил ее то ли за 2, то ли за 2,5. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. И также в группе ВКонтакте я публиковал новость о том, что есть распродажи. Обязательно заходите туда и в группе ВКонтакте мониторите, подписывайтесь, чтобы получать уведомления о распродажах. Они очень быстро заканчиваются. Порты расположены очень близко и, собственно говоря, использовать зарядку без распаковки не получится. Потому что все так запаяно пленочкой, чтобы показать, что эта штука новенькая. Ну, здесь у нас используется такой карбоновый немножко дизайн. Надеюсь, будет красиво смотреться в автомобиле. В общем-то, об этом было видно и на картинках, на рендерах. Выглядит симпатично. А если у вас какая-нибудь там спортивная машина, то еще более симпатично сможете украсить. Синий цвет подсветки должен быть. Посмотрим. Ну что ж, отправляюсь в автомобиль и буду ее тестить. Ну и здесь вот такая вот небольшая инструкция. Я даже не знаю, кому она нужна, зачем она нужна. Лишнюю макулатуру разводят. Ну, раз это требуется от производителя, пусть делают. Ну и здесь вот такая вот штука. Кстати, очень хотел заказать вот такую зарядку, но ее не было на распродаже. Потом она появилась на распродаже и не успел ее заказать. Это прозрачная беспроводная зарядка. Очень интересно было бы ее потестить. Но пока что, пока нет распродажи, не буду заказывать. Я стараюсь покупать только когда распродажи. Зачем мне переплачивать? Люблю экономить. Ну и вот как она выглядит в автомобиле. У меня тут куча проводов. Не обращайте внимания, потому что я, в общем-то, очень много всего тестирую в автомобиле. Синий цвет. Сейчас, конечно, не темно, поэтому мало что можно сказать о том, насколько он яркий. Ну, в общем-то, посмотрим. В принципе, довольно будет органично смотреться. Вот, посмотрите, он еле-еле выступает из прикуривателя. В то же время, если я воткну сюда, например, вот такую вот штуковину. Это вот такой вот адаптер от 70MI, от нового видеорегистратора. Вот, посмотрите, как сильно он торчит. Ну, просто небо и земля. Вот. Хотя здесь также два порта, хотя здесь также есть поддержка, ну, скажем так, мощной зарядки. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь был вообще Quick Charge, но, к сожалению, это уже, наверное, другая ценовая категория. За 2 доллара, по-моему, 2 доллара я отдал за эту зарядку. Я думаю, что это более чем годный вариант. Ну, вот как они рядом выглядят. Смотрите, небо и земля. Ну, и теперь по поводу самого адаптера. Видно, что там у нас есть светодиодная подсветка, вот такая голубенькая. Он невероятно компактный, я думаю, что вам заметно. Он, смотрите, он еле-еле торчит. Это, в принципе, стандартное гнездо прикуривателя, и он из него еле выступает. Это один из основных плюсов этой зарядки. Я думаю, что многим такой интерфейс понравится, потому что сравните с другими, да, зарядками. Понятно, что это у нас зарядка там мощная, тоже на 2 порта, но посмотрите, как сильно она выступает. То есть, я сейчас их даже сравню в размере, и вы сами все увидите. Здесь, понятно, у нас трансмиттер, но в любом случае, базеус делает к дноту. Так, ну и сразу, недолго думая, я решил нагрузить эту зарядку. Подал ей 2 ампера. При 2 амперах мы видим стабильно 5,2 вольта, ну, примерно, плюс-минус. То есть, она справляется с хорошей мощной нагрузкой без проблем. 10 ватт на выходе, даже чуть больше, 10,5 плюс-минус. Ну что ж, будем потихонечку подавать, вот как подключено в прикуриватель, через вот такой вот сплиттер от Xiaomi. Будем потихонечку подавать ток, то есть, давать его побольше. Здесь вот видно, что 2,05, будем подавать 2,2. Видно, что напряжение не падает. Давайте 2,5 смело сделаем 2,6. Напряжение остается тем же. Давайте 3 ампера. Вот 3 ампера 5,2 вольта. То есть, сейчас 16 ватт. Здесь видно на нагрузке 3 ампера. И видно на тестере тоже 3 ампера. 3,1, там у нас заявлено, не помню сколько, по-моему, 3,1. Вообще без проблем работает. 16,5 ватт. 3,2 ампера. 5,2 вольта. То есть, напряжение не падает, а даже чутка поднялось. 3,3 ампера. Вообще без проблем держит. Давайте 3,5 ампера. И вообще посмотрим, когда она отключится. Потому что должен сработать контроллер защитный. Так. Все. 3,6 ампера. Вот я здесь зафиксировал. Даже можно 3,55 сделать. 3,6 ампера. 5,2 вольта. То есть, эта зарядка на один порт выдает без проблем 3,6 ампера. Я не знаю, зачем он так. То есть, ну вот, 18,8 ватта. Видно, да?